Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я готов ответить на некоторые вопросы, которые сейчас у вас накопились, и рассказать все по существу обстоятельств. А в каком состоянии сейчас экспедиция в Саяне? Расскажите, пожалуйста. Сейчас экспедиция находится в следующем состоянии. Нам удалось сейчас собрать группу волонтеров, так как мы организация общественная, осуществляем эколого-познавательные различные мероприятия на территории Красноярского края, собрать группу волонтеров, которые готовы оплатить частично вертолет. Кроме этого, мы уже сшили плоты, приготовили продукты питания, закупили необходимое оборудование, все, что необходимо к экспедиции. Эти места я уже проходил с группой людей неоднократно. Места эти знаю в Саянах, Агул, Малый Агул, Арзагай, написал по этому вопросу книгу. И сейчас мы практически уже готовы вылететь, но у нас некоторая проблема. Мы написали два запроса, поскольку маршрут этот проходит в границах двух особо охраняемых природных территорий. Тайбинский заказник, дирекция особо охраняемых природных территорий Красноярского края и Тафаларский заказник, ФГБУ, заповедная Прибайкалья. Необходимо было получить разрешение от этих государственных органов. Дирекция пособо охраняемых природных территорий Красноярского края нам выдала положительное разрешение на прохождение маршрута экспедиции, в котором указывает о том, что мы должны соблюдать режим. А вот ФГБУ, заповедная Прибайкалья нам отказывает в проведении данного мероприятия. Ссылается на то, что существует положение, особо охраняемое природным территорием, где любое нахождение лиц запрещено. Хотя мы считаем, что это незаконно, поскольку они, как государственные органы, как должностные лица, обязаны согласовать. Ведь мы, общественная экологическая организация, у нас даже в уставе предусмотрено экологический мониторинг, экологическое просвещение населения, сохранение биоразнообразия, деятельность по сохранению, изучению заповедников, природных комплексов, национальных парков, особо охраняемых природных территорий. И получается, должностные лица на сегодняшний момент, они препятствуют нам осуществлению законной деятельности некоммерческой организации. А кто конкретно можете назвать комедию? Значит, на сегодняшний момент это основное лицо, которое препятствует, это богатырь Владимир Захарович, руководитель заказника Тафаларский, ФГБУ, заповедная Прибайкалья, и Рамазанов Умар, забыл отчество, Гасанович, который на сегодняшний момент у меня состоялся с ним телефонный разговор. Он сказал, материалы мы вам подготовили юристы, мы ничего не знаем, вот запрещено территория, хотя в сути не вникли, что за экспедиция, для чего идет, с какой целью, что она имеет экологопознавательное значение, для Красноярского края, для других территорий. Тем более, в этом году исполняется 80 лет экспедиции Григория Федосеева, и в рамках этой экспедиции мы осуществляем экологопознавательную деятельность. Мы рассказываем о том районе, который посещали исторически эти саянские экспедиции. Это два человека, получается, богатырь Владимир Захарович и Рамазанов, руководитель. Он исполняет обязанности руководителя ФГБУ, заповедной Прибайкалья. А вот как вы с ним познакомились, с Владимиром Богатырем? С богатырем Владимиром Захаровичем меня связывают давние отношения. Дело в том, что раньше совместно с богатырем, тофаларским заказником, мы осуществляли разработку маршрутов экологического туризма через данную территорию. Он мне сам предлагал пойти работать к нему. Ну, я отказался, зарплаты были маленькие тогда. Я ему предложил то, что можно осуществлять эту деятельность официально, если туристическую деятельность осуществлять, каким-то образом осуществлять пожертвования в территорию ФГБУ. Тогда назывался Байкал-Оленский заповедник. Мы с ним договорились о том, что какую-то часть за прохождение туристической группы мы будем перечислять в этот заказник. Мы так и делали. За все время мы перечислили где-то около 150 тысяч рублей. Хотя это смешно, он знал, что мы некоммерческая организация. Но, кроме этого, у нас была еще коммерческая организация ООС Аяноч. Но мы сами, как некоммерческая организация, занимались разработкой этого маршрута. И в один из прекрасных дней мы с ним встретились, познакомились. Он увидел, что я издал уже журналы о Тафаларском заказнике. Эти журналы были представлены на международной выставке. Мы начали возить туристов. Один из прекрасных дней мне подошел и говорит, «Слушай, Чпалов, давай вот ты должен платить деньги». Я говорю, почему? Ну, как? Ты же идешь через территорию, у тебя группы такие большие набираются. Ну, я говорю, а как я должен платить? Я еще группы не набрал, туристов еще нет. Ну, как? Ну, вот смотри, за заказник, он написал вот такой вот мне расчет, сколько я ему должен заплатить денежных средств. Написал вот такой вот расчет, в котором указал, что за трое суток, три ночи, ты должен заплатить, значит, пять суток, четыре ночлега, три суток, три ночи. Итого, с человека 500 рублей за ночлег, 500 на 14, умножаем и на 7, получается 28 тысяч. С группы за экскурсию ты должен платить 2 тысячи рублей. Если это пять дней через заказник, то получается 10 тысяч. Итого, с группы 38 тысяч рублей. Поскольку ты там в журнале своем указываешь о том, что у тебя группа будет 10 человек, то тогда ты должен заплатить 380 тысяч. Но с учетом скидки, вот я, говорит, так как я тебе скидку даю, ты мне должен заплатить 300 тысяч. Я, честно говоря, когда услышал вот эти слова о том, что он вымогает с меня 300 тысяч, я, честно говоря, опишел. Почему? Потому что, во-первых, группы еще не набрались. Во-вторых, деньги еще не заплатили. Он говорит, ну какая разница, ты сейчас заплати, ты же все равно группы будешь набирать, ты же уже журнал этот сделал, у тебя сейчас начнет раскручиваться все. Я, честно говоря, подумал так, что вот с одной стороны, платить это неправильно, потому что должностное лицо вымогает взятку, тем более руководитель заказника. Конечно, можно было бы там взять, обратиться в правоохранительные органы, его бы там, этого богатыря, то есть провели бы оперативную комбинацию, дали бы там деньги, мы бы взяли, как сказать, все с поличным и все. Но я человек порядочный, добросовестный, я просто принципиально не стал платить деньги. Я богатырю сказал так, что мы готовы платить деньги заказнику федеральному, если будут составлены какие-то бумаги, договор пожертвования, либо еще что-то. Богатырь мне сказал, хорошо, мы составим тогда договор, перечисляй тогда деньги официально по договору. Я так и сделал. В последнее время богатырем я виделся нередко, часто. Он приезжал ко мне, спрашивал, как у меня дела, чем я занимаюсь. Я ему рассказывал о нашей общественной деятельности, чем занимается некоммерческая организация, какие у нас были экспедиции в Арктику, по Енисею, по Нижнее Подкаменное Тунгусский плато Путорана. Он говорит, это хорошее дело, все. Ну и тут начал рассказывать о том, что у него проблемы определенные. Я говорю, что я спрашиваю, какие у него проблемы. Он говорит, ты знаешь, Игорь, я очень много денег платил за эти территории, на содержание этих территорий Тафларского заказника, выкладывал эти с личного кармана. Мне удалось очень много сделать в этом заказнике, сохранить его, приумножить. Сейчас хочу сделать из заказника заповедник. Сейчас, говорит, на более-менее лучшее, хорошее материальное положение. Взял я деньги в долг у человека, 3 миллиона рублей. И вот сейчас не знаю, как отдать. Построил, начал строить базу с людьми, на котором хранится техника. Кстати, почему-то странно, что техника хранится в ФГБУ, заповедное Прибайкале, на этой территории. И вот сейчас надо быстро с человеком рассчитаться. Я так понял, что это не двухмысленный намек на то, чтобы он подумал, что у меня, может быть, возможно, есть деньги и так далее. Так как я в экспедиции эти хожу, на север везде. Я ему пояснил, что нет у меня денежных средств таких. И не знаю даже, чем помочь. Ну, он как бы дал мне понять, что Чапалов, мы тебе работать не дадим на наших государственных территориях. Сказал, что у меня есть в Министерстве природных ресурсов друг Сева Степаницкий. Он работает заместителем министра природных ресурсов России. И он как бы отвечает за законодательство. Сказал, что он и богатырь – это и есть государство. Как они сделают, так и будут. Если сам Степаницкий пишет законы, проекты законов, которые утверждают. Я, конечно, учитывая то, что мы не коммерческая организация. И получается, передо мной сидит чиновник. Вот здесь вот у меня в кабинете 5-6 часов рассказывает о своих проблемах. А потом говорит о том, что мы не дадим вам работать. Это вызывает большие настороженности. И я считаю, что богатырь, когда приезжает ко мне, когда просит какие-то деньги, рассказывает о своих проблемах, когда препятствует осуществлению законной деятельности некоммерческой организации, он фактически уже осуществляет превышение власти служебных полномочий, злоупотребление должностными полномочиями и так далее. И я считаю, что так вообще не должно быть. По кодексу должностного лица, по кодексу чиновников так не должно быть. Есть определенный регламент, как должны вести себя чиновники. Значит, сейчас экспедиция в состоянии срыва, да? Сколько? Она сейчас находится в подвешенном состоянии, потому что территория Тафаларского заказника – это единственный возможный проход, как может экспедиция выйти из центральной части Восточного Саяна. Если вы ходите из-за пореки Кензелюк, это сложный маршрут. Там пороги до пятой категории сложности. Тем более в Большую воду. Если это Кизир, там тоже очень сложный. Получается, единственный выход из центральной части Восточного Саяна – группы, которая не экстремальная, которая просто экологическая группа, которая имеет, с учетом опыта, моего опыта, посещение этой территории неоднократно. Я восемь раз там был. Я написал книгу по этим территориям. Я написал о том, что это за места, как места, перспективы развития. И получается выход только через территорию Тафаларского заказника по реке Арзагай и Малый Агул. По реке Малый Агул мы уже получили разрешение краевых властей Красноярского края. Это дирекция по особо охраняемым территориям. И вот богатырь, от которого зависит сейчас получение второго разрешения, он мне это разрешение препятствует, он отказал. И говорит, если вы пойдете через нашу территорию, правда, юристы там написали его под диктовку, то мы у вас конфискуем все транспортные средства. А в чем вы считаете нарушение со стороны заповедной Прибалкани? В чем нарушение запрета? Запрет должностных лиц в нарушение происходит следующим образом. Мы – организация некоммерческая, организация общественная. Мы осуществляем исключительно природоохранные функции, сохранение биоразнообразия, популяризация природы, экологии, охраны окружающей среды, популяризация исторического, духовного наследия русского народа в области экологии, рационального природопользования, экологический мониторинг. И, по сути дела, у нас даже в уставе написано, что мы имеем право осуществлять деятельность по изучению, сохранению, использованию заповедников, национальных парков, особо охраняемых природных территорий. Основными направлениями деятельности являются деятельность по сохранению, изучению, использованию природных комплексов, заповедников, национальных парков. Мы зарегистрированы в Министерстве юстиции. Вот у нас свидетельство такое есть. Мы ничего незаконного не делаем. Мы этот маршрут обращаемся с письменным разрешением. Мы должны его согласовать. А они нам не согласовывают. А они нам не согласовывают по простой причине. Потому что, во-первых, я деньги не даю богатырю, раз, не плачу ему. А во-вторых, а потом они ссылаются на это положение. А там по положению написано, что согласие руководителя ФГБУ, заповедной Прибайкале. Вот там парень молодой, вот этот, Рамазанов, его поставил сам богатырь. Он ставит туда специально молодых, потому что не хочет на себя никакую ответственность брать, а оставит руководителей молодых, чтобы они на себя все шапки нагребали и так далее. Вот поставил. А сам стоит в стороне и управляет им, и руководит со стороны. Что им делать, говорит и как делать. Поэтому мы считаем, что это нарушение, так как они не согласовывают. А почему они еще не согласовывают? Потому что в ходе нашей эколого-познавательной экспедиции мы собирались посмотреть, а как соблюдается режим особо охраняемой природной территории. А как соблюдается законодательство о природоохранной деятельности, охране окружающей среды. Они нам поэтому и препятствуют, что они не хотят, чтобы мы выявляли эти нарушения, потому что эти нарушения могут вылиться в том числе составлением различных уголовных дел и так далее. В частности, нам известно, что в заказнике Тафаларском неоднократно осуществлялось браконьерство. Сейчас как обстоят дела, мы не знаем, поэтому мы хотим в этой экспедиции проверить. В частности, мы знаем информацию о том, что там богатырь дал указание незаконно срубить баню для сотрудников. А чтобы срубить баню, нужно получить для этого лесоотвод. А лесоотвод не был получен. Баня была срублена незаконно. Кроме этого, на территории заказника мы знаем известный случай прохождения других различных лиц. Как они получали разрешение, нам неизвестно. То есть богатырь, получается, выдает разрешение, кто ему лоялен, кто заплатил деньги или, не знаю, по каким-то мотивам остальным, остальным не выдает разрешение. Мы считаем это неправильно. Вы подготовили жалобу ФАС. А в чем суть этой жалобы на руководство заповедное при Балкале? Мы написали жалобу федеральную антимонопольную службу по следующим обстоятельствам. Хочу немножко рассказать, что такое вообще Тафаларский заказник ФГБУ заповедное при Байкале. Дело в том, что богатырь грезит идеей о том, что он хочет из заказника Стафаларского сделать Тафаларский заповедник. И, по сути дела, заповедник, он существенно ограничивает вообще любую деятельность на этой территории. Заказник отличается. То есть заказник создается для сохранения биоразнообразия определенных видов и так далее. А вот заповедник, он практически ограничивает любую деятельность. Это более жесткие условия и так далее. Это особо охраняемая природная территория. Но что заповедник дает? Он дает дополнительное финансирование. Если внимательно изучать историю вопроса, то получается, по сути дела, заказник Тафаларский, он не может быть заповедником никогда. Заповедник – это исключительные заповедные территории, которые находятся в естественном состоянии, в естественном, неподверженном антропогенному воздействию человеком и так далее. А вот, к примеру, есть большой арктический заповедник. Туда сложно добраться. Там очень тяжелые, сложные территории. Путаранский заповедник, Центрально-Сибирский заповедник, где практически люди не находятся, и там природа находится в естественном ее состоянии. То здесь получается заказник. В заказнике нету таких вот видов, допустим, как барс, как в Саен-Сашушенском заповеднике. Различные виды млекопитающих. Ареал в заказнике ограничен. Но что богатырь хочет сделать, и почему хочет сделать из него, из этого заказника заповедник? Дело в том, что это существенно увеличивает бюджетное финансирование. То есть, грубо говоря, если для заказника, если он переведет его в заповедник, он получит финансирование, допустим, 50, может, миллионов, там получить 100 миллионов рублей, увеличить штатную численность и так далее. Если это будет заказник, то у них предел 20 миллионов, 30 миллионов. То есть, это позволяет ему развиваться. Но мы-то, конечно, все это понимаем. И категорически против создания заповедника не потому, что мы этого не хотим. Может быть, это и правильно бы было. Но он по своему статусу, он подпадает под особо охраняемую природную территорию, природный парк. А не никакой заповедник. И мы подали сейчас жалобу Федеральному антимонопольному службу с вопросом о том, чтобы Федеральная антимонопольная служба ФАС разобралась, является ли тофаларский заказник особо охраняемой природной территории с таким режимом, который сейчас установлен. Дело в том, что там запрещена на сегодняшний момент любая деятельность. Там запрещен транзитный проход, появление любых лиц, разжигание костров. Вообще полностью, которые подпадают под деятельность заповедника. Запрещено все полностью. Мы считаем это неправильно. На рынке оказания услуг по экологическому просвещению населения не может быть какой-то отдельной монополии. Вот в частности, вот это положение, оно фактически создает монополию на рынке оказания услуг по экологическому просвещению населения на данной территории тофаларского заказника. Хотя мы знаем, что существует распоряжение Министерства природных ресурсов Российской Федерации о том, что руководителям особо охраняемых природных территорий нужно взаимодействовать с некоммерческими организациями, с экологическими организациями, с природоохранными организациями, которые могут осуществлять потенциально помощь в различных вопросах по сохранению, изучению, использованию этих территорий и так далее. И мы не являемся врагами в этом плане органов власти, государственным органом. Но тем не менее, сталкиваемся с таким беспределом и считаем, что положение вот это о федеральном заказнике Тафаларским, оно было написано под диктовку богатыря, не пролоббировано им лично, для того, чтобы ограничить любую деятельность. То есть, грубо говоря, я захочу, я пущу, я не захочу, я не пущу. Но так не должно быть в государстве. Должны быть определенные регламенты, есть определенные обязательства чиновников перед законодательством, перед различным. Ведь формируют законодательство об особо охраняемых природных территориях не только, как сказать, само законодательство, а еще и существуют другие своды законов. Есть Конституция Российской Федерации, есть законы о некоммерческих организациях, есть законы о рыночной экономике, федеральные антимонопольные законодательства и так далее. То есть, все в совокупности. Получается, территория, вот мы, по сути дела, как бы хотим быть естественными монополистами и не пускать всех, никого абсолютно на эти территории. И осуществлять деятельность только в рамках того, что вот мы в ФГБУ заповедной при Байкале что хотим на этой территории, то и делаем, а никого остальных мы не должны сюда пускать. Я считаю, это неправильно. Я понимаю, если бы туда просились какие-то там браконьеры или там просились какие-то организации, которые там моют золото, там еще что-то там, пустите нас, мы там что-то поделаем и так далее на этих территориях. Мы, организации, имеем исключительно экологические функции, экологические цели и задачи, и поэтому нас не пускать самим природоохранным органам, но это, я считаю, просто абсурд и неправильно, так не должно быть. Давайте подведем итог. Все-таки умерла надежда на экспедицию или есть она? У нас надежда, конечно, на экспедицию есть, если вмешается министр природных ресурсов и экологии России. Почему? Потому что руководство нам уже отказало в согласовании маршрута руководства ФГБУ заповедной при Байкале. Сейчас, насколько мне известно, вместо Донского министра природных ресурсов и экологии стало другое лицо, забыл фамилию. И если он вмешается, я думаю, ситуация может каким-то образом проясниться, как же нам все-таки быть в данной ситуации. Да, вот мы закупили газовые горелки, потому что мы, в принципе, зная режим особо охранения природной территории, никогда не пользуемся кострами. Вот, поэтому мы используем газовые горелки. Вот мы купили газ, газ, потом на группу из 18 человек мы взяли такие вот ведра, кастрюли, газовые плитки. Это у нас будет лодка, одна, вторая лодка для сплава. Но основные у нас баллоны это, конечно, амаран. То есть, получается, два баллона. Эти баллоны по 10, один на 9 метров, другой баллон 6 метров. Один на 10 человек, другой на 8 человек. Вот такие вот весла изготовили. Это для путешествия по горным рекам, которые позволяют, хорошо и оттолкнуться и не ломаются. Их еще надо запенить, чтобы они не тонули. Насосы, все там, все в таком режиме. Вот тут веревки различные, значит, это тралы, которые мы и стягивать будем, вот 50 метров, эти по 20 метров. Вот. И укрывной тент, и растяжки, которые мы делаем. Потом весы мы взяли, чтобы у нас не было веса, перевеса на вертолете, замеривать массу человека с рюкзаком и так далее. Когда человек уже сформировал рюкзак, на фрукзак, и туалет, это для того, чтобы люди могли в одно место ходить, то есть янку выкопал, люди ходят в одно место, потом янку закопал, по-другому как. Эти, мы всегда являемся, это необходимые атрибуты для путешествия, постоянных, да и вообще рекомендуется везде делать. Ну и, конечно, значит, такие вот, это для стягивания катамарана, то есть мы делаем такие обмотки, все, чтобы у нас катамаран, когда идет по горным рекам, он вибрирует. И... И... И...